Роуз на Маюнос 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 Роуз пригласили для участия в 20 сезоне популярного телевизионного реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором она сумела добраться до финала и завоевать доверие боссов UFC. Роуз на Маюнос Роуз на Маюнос Вторая финалистка шоу Карла Эспарзе не завоевала симпатии главным образом, потому что была поддавленной во время шоу, вела себя тихо и не выглядела как модель. Тем не менее, бывшая чемпионка Invicta сумела навязать Роуз свою игру и одержала победу удушением в третьем раунде. Это был тяжелый удар. Унижение усугубляло то, что это был бой кульминацией 20 сезона The Ultimate Fighter, который привлек значительно больше зрителей, чем многие предыдущие сезоны. Чему во многом способствовало на Маюнос. Недели, которые последовали за поражением, были очень тяжелыми. Вскоре боссы UFC нашли себе новую золотую девочку Пейдж Ванзанд. Ванзанд подписала эксклюзивный контракт с Рибак, до того, как это успели сделать первые чемпионки дивизиона. Для Роуз это было очень знакомо. Когда-то она была на месте этой девушки. Она никогда не просила об этом, никогда не хотела быть золотой девочкой. Она хотела быть просто Роуз на Маюнос, а не будущей Ронгой Роузи. Ровно через год после поражения Карли и Эспарзи, Роуз сама должна была принять экзамен у Пейдж Ванзанд. За месяц до их боя, который должен был состояться 10 декабря 2015 года, Роуз решила остричь свои длинные волосы. Они постоянно мешали ей тренироваться, попадали в глаза. Она должна была постоянно останавливаться во время тренировки и собирать их флос. Она подошла к Берри и сказала ему немедленно состричь ее волосы. Побрить голову. Женщины с бритой головой обычно не представляют прекрасное зрелище, а мужчины, как правило, нервно реагируют. Берри понял, что она хочет победить так сильно, что готова избавиться от своих прекрасных волос. Сам профессиональный спортсмен, он понял, что она хочет принести их в жертву ради победы. Они поехали в парикмахерскую, где ее подстригли под машинку. Бой, Пейдж и Намаюнос оказался одним из самых зрелищных и кровавых в женском ММА. Справедливости ради стоит отметить, что Пейдж Ванзан продемонстрировала стойкость характера, подвергаясь избиению на протяжении 5 раундов, но кроме своей стойкости не сумела показать ничего. Роуз завершил этот бой тем же удушением, которым ее победила Карла Эспарза в прошлом бою. У тебя на этой неделе есть какая-то высшая цель? Что ты думаешь произойдет? Есть ли у тебя план? Может быть, ты хочешь закончить бой нокаутом? У тебя есть какие-то ожидания? Да, но вообще, я просто хочу быть собой. Просто быть самой собой. А в клетке, чтобы во главе была моя тема и просто получать удовольствие от процесса. А кто из вас провел лучший бой против Пейдж Ванзан? Ты или Мишель Уотерсон? В моем бою было дофига кровища, так что мой бой круче. А когда ты видишь кровь, тебе не становится тошно? Может быть, когда ты видишь кровь в бою, ты чувствуешь какое-то отвращение? Или наоборот, тебе нравится? Ну, у меня были значительно более кровавые бои, и было немножко брезгливо, когда начинала чувствовать запах крови. А кровь пахнет, что ли? Да, ее можно почуять, я была вся в крови, и это было неприятно. А чем кровь пахнет? Ну, можно почувствовать такой запах металла, что ли? У крови такой странный запах железа. О, Господи, это была не твоя кровь, это была кровь соперницы, да? Да, это была ее кровь, она сочилась у нее из носа. На полу был такой здоровенный сгусток крови, как будто желатиновый, фу, гадость. А вот такой вопрос, ты симпатичная девушка, а бои могут испортить твою внешность до конца жизни? Да ты можешь прямо сейчас переходить через дорогу, и тебя собьет машина, и все, и будешь калекой до конца своей жизни. Так что в боях для меня это не главное, главное следить за тем, что происходит вокруг тебя. В настоящее время на троне соломиного женского дивизиона восседает самая молодая представительница соломиного веса, а именно Роуз Намаюнос. Намаюнос продемонстрировала свою ударную технику в рематче с Эйджейчик, перебив соперницу на ее же поле и получив победу единогласным решением судей. Во время первой встречи с бывшей чемпионкой Намаюнос порадовала поклонников своей мощью, как и в бою с Мишель Уотерсоном. Намаюнос может похвастаться победой за 12 секунд, рычагом локтя, а также другими успешно проведенными с амбишинами. Чемпионка доказала, что она может быть опасна везде. Намаюнос доминировала в бою с Пейдж Ван Зан благодаря грэпплингу, тем самым показав, что она провела работу над ошибками. Она может делать все, что захочет в октагоне, и именно поэтому Намаюнос сейчас является лучшей. Продолжение следует...